безбашенных мародеров алкоголики которые мародерят почем зря правильно мама которая с которой мы только что разговаривали я знаю что вы сейчас смотрите это видео я знаю что вам сейчас неприятно от того что вы увидели услышали но на украине разбрасывались фальшивы зараженные туберкулеза вы поддерживаете спецоперацию запомните вот посмотрите вы взгляд не отводите вот в лучшем случае вы увидите в 50 когда ему будет сейчас ему 35 это если ему не дадут пожизненно вы понимаете что у вас добровольное общение да реально добровольно хорошо можете не говорить я понял если я не не хочу отвечать на вопрос я не отвечаю но они так если вы хотите говорить то давайте говорить если вы не хотите говорить в том числе звонить домой и так далее идите занимайтесь важными я понял говорим или не говорим говорим это ваше право я понял тогда представьтесь полностью как зовут вас меня зовут рябцев дмитрий николаевич дата рождения 19 октября 87 года где родились в городе кисловодске ставропольский край где проживали болчевский и иногда кисловодск приезжал в основном сейчас скажу насколько я понимаю вы воевали в батальоне призрак я чуть-чуть называем пятнадцатом году расскажите весь свой боевой путь так чтоб было проще в 15 как в конце 14 года буквально там 30 или 29 декабря я приехал сюда в луганск не сюда в луганск приехал до этого жили в россии да 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 это все время жил в россии что вас сюда потянуло меня потянуло идея сейчас вот выясняется что не все так там и гладко было с этой ней у меня потянуло идея настоящего государства честного которой не украина не россия а именно людского государства человеческого государства вот идея именно вот так которая звучала от мозгового вы видели так называемые референдумы я в них не участвовал у меня не мало если это людское государство строилась на чисто людском государстве как вы говорите что там делали российские флаги повсюду близкие то есть вот мне идея мозгового нравилось в том что это и не украина и не россия и мы просто живем по-человечески да со всеми вот вот что мне нравилось а вы не задумывались что эта часть украины луганская область эта часть украины задумывался вам было без различных я понимаете в четырнадцатом году не мог приехать до в самом начале тому летом я встречался там работа все мои дела были какие-то я встречался с беженцами вот в питере которые жили но и они очень жаловались договорили вот украина вот так вот что не так стреляют бомбят дети боятся вот в это в питере было в этот момент там какой-то форум был военный не только военный но и дети боялись вот самолетов прятался от самолетов ну понимаешь что это война детей жалко особенно детей жалко я прошу прощения вот была связь от момента попадания в плен нет не было то есть там не знаю возможно не знаю скорее всего а общались ли вы с российскими военными которые в то время зашли в луганск вот 14-15 года как-то не пересекался не знаю все форме бегать просто тут просто поискать поискать бы причину и следствие то есть то что там началась война на этой территории это что страдали мирные жители этого никто не отрицает но из вашего рассказа создается такое впечатление будто бы украина решила что нужно побомбить несчастных детей и собственно так и поступил вот так думаешь нет а как было сейчас коры знаете вот на тот момент вот такие ощущения мне ребенка жалко но я очень не хочу чтобы никакой никакие дети никакие дети не знали войны не страдали за это да вот это мое личное вот такое вот ощущение на и вот это больше всего меня на тот момент гложило скажем так потому что семьи приезжали по три по пять пять детей в общем люди просто на тот момент санкт-петербурге жил людям просто квартиры сразу большие отдавали оживить не очень с ремонтом было неважно важно что вот он был и оттуда же приезжали дети и семьи в украину точно также селились и жили знаете об этом то вполне вполне возможно но я не не был свидетелем да я свиньи из тех регионов выехали миллионы людей после того как началась война но почему она началась почему да мне кажется что вот наверное майдан до такой переломный путь стал на и вот половина страны не половин часть давайте вот такой правильный часть сюда часть сюда захотела часть согласилась часть не согласилась часть просто вот подписали что вы вот здесь живете поэтому вы вот вот так вот будете ну вот так лично мое мнение такое а как вы думаете россия каким-то образом влияла на решение этих людей подписаться влияла наверное больше всего повлиял крым да почему потому что я увидел что к примеру но если бы я был там луганчанин я захотел там в россию по с крымом вот так получилось давайте мы подтянемся это же в крым по ну как и крым присоединируйся прощения перебью отправьте голосовое сообщение чтобы номер попросить а потому что расставал образ будет привет то это дима мне нужен номер моей мамы очень срочно потому что ну короче время ограничено время ограничено только ты сможешь мне помочь так 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 а с крымом что произошло раз уж музыка ну я так понимаю референдум там был просто исторический ну я историю неплохо знаю исторический крым всегда с россией был политики но мне наверное вот знаете так сказать это вот советская история когда когда из одного куска россии в другой кусок россии ну советского союза до переделывали переделывали потом когда это разошлось ну разошелся советский союз начались какие-то недопонимания это очень много где была та же самая югославия да там тоже хорватов все югославии присоединили которые друг с другом сербии и и хорваты между собой не могут дружить да вот так вот ну просто а на тот момент и взяли из во времена советского союза их объединили то есть ну вот такая история то есть делалось вроде как навсегда но не навсегда получилось вот поэтому мне кажется ну такие проблемы которые у нас будут всегда их надо вот исторически вот эти дайк на дома как почему я спал что советский союз почему ну каждого свой интерес был мне так я так увидел я слишком маленький был металл два с половиной года но если бы у каждого был свой интерес получается у украины свой интерес крым с украиной да а тут теперь получается у россии свой интерес да она имеет право заходить с оружием в крым наверное нет наверное вы знаете просто вот как бы правильно так сказать вот этот договор о том что крым ну то есть вот при раз расходе до советского союза до разводе давайте вот правильно называть надо было вопрос крыма по-другому решать да то есть не потому что его надо ну то есть я вам объясню по-другому чуть- link был советский союз руководство советского союза ну столица москва было да я объясню просто на рабоже крестьянскую там вот вот если вы такой вот верите в советский союз да что это было хорошо просрали этот советский просто про стране если бы этот советский союз нужен будет если бы россия в тот момент была нужно америки в выж скорее всего думаете на что америка хотела же все Россия чинит какие-то, вставляет палки в колеса, как-то хочет что-то захватить или нет? Америка монопольное государство и оно всегда хочет на всех заработать. Вот заработать может быть. Это вообще-то право каждого государства, хотеть заработать или не заработать. Но если вот вы из секты верующих в то, что Америка хочет захватить Россию, то скажите мне, почему в момент распада Советского Союза, когда все было разломано и разбито, Америка не пришла и Россию не захватила? Даже не попыталась отобрать ни часть территории, вообще ничего? Ну я не из той секты, ну да. Я думаю, что ядерное оружие осталось, оно и таким большим сдерживателем является, чтобы тронуть Россию как-то. Я не думаю, что Союз-то развалился, а оружие-то осталось что-то. А правительства нет? Некому решение принимать? Ну это да, дебилизма было много. Короче говоря, не важно. Просрали они, вот этот вот Советский Союз. Он разделился так, как он разделился. Ну по республикам, да. Про какой договор вы говорите? Я, если честно, не очень понимаю, про какой договор вы говорите, про Крым. Договор о том, что там база морская стоит, российская. А, договор про Черноморский флот? Да. А что вам в нем не нравилось? Ну, на самом деле, знаете, вот если бы весь Крым сразу бы, да, ушел к России, да? Да. Один вопрос, да. Он же все время на стороне России был. Ну как-то вот так. Это вы так думаете? Ну да, я так думаю, давайте вот так. И если бы вот на тот момент, да, было понятно, оно же было понятно на тот момент, что все-таки не все так просто с Крымом, да? Вот, что просто базы хранить, ну да. Понимаете, наверное, вот в чем такая ошибка была Советского Союза, что оно делалось вроде на века, но когда это все развалилось, оказалось, что не Советского Союза нет. Мы же уже к этому пришли. Ну да. Все, нет Советского Союза. Есть независимое государство Украина, ИРФ, правильно? И много других стран. Крым принадлежит Украине, правильно? Теперь там. Есть договор о Черноморском флоте, там они имеют право базироваться, так далее, так далее. Правильно? Правильно. Каким бы он там ни был, с моей точки зрения, его этого договора вовсе не должно было быть, и Российского Черноморского флота там быть вообще не должно было. И никакой автономии у Крыма уже, если муж с того начин, об этом говорим, не должно было быть. То есть Крым это должна была быть просто полноценной частью Украины, и все. Никакой автономии, ничего. Это с моей точки зрения. С моей точки зрения, крымчане прекрасно жили, им все, их все устраивало. Потому что я там был, потому что я с ними общался, я общаюсь, и после прихода России ни один мне не сказал, что вау, у нас тут туристический сезон стал намного лучше, у нас тут заработки выросли, а слышу я наоборот. Туристов нет, никто сюда не едет, кучу земель под базы какие-то позабирали, кучу заборов каких-то понастраивали. Вот что я слышу после аннексии Крыма. Поэтому у нас давайте не руководствоваться тем, что мы думаем, а руководствоваться тем, что было на самом деле. Вот есть Украина, вот есть Крым. Что дает России право заходить туда с оружием? С оружием? Ну все-таки автономная республика, правильно? Автономная республика. Она могла попросить помощи или нет? Помощи может попросить любая республика. Даже Белгородская сейчас может попросить помощи и стать БНР. Может Питер попросить помощи и стать ПНР. У вас есть какие-то достоверные данные, что Крым у кого-то просил помощь? Нет, я просто вообще спрашиваю. Помощи может попросить кто угодно, от кого угодно. Тут вообще. Ну да. Так что давало право России зайти туда с оружием? Ну если власти Крыма попросили помощи. Может быть поэтому. Власти Крыма не просили помощи? Ну вот я этого не знаю. Вот в чем проблема. До конца вот тогда. Но вы с 2014 года воюете? Ну не с 2014 года. Знаете, я последние числа 2014 года приехал, да, на Донбасс. И в итоге мне все говорят с 2014 года. Ну как-то. У нас просто был человек, который без ног, без рук сидел уже, вообще без ног, без рук посадили. И вот он тоже ничего не знает. А ноги руки он уже потерял. Ну понятно. Нам тяжело. Надо лучше знать, мне кажется. Так все-таки, ну так вы в таком случае как-то осуждаете аннексию Крыма или же не осуждаете аннексию Крыма? Мне кажется, что Крым сам туда шел, да, вот в этом направлении. То есть вы? Вам так кажется? Мне так кажется, да. Что противоположного мнения сказать, что вот ему хотелось в Украину, я не думаю. И вы считаете, то есть основываясь на своем убеждении, что вы считаете, что Крым сам туда шел, вы оправдываете то, что туда зашли российские войска с оружием. Правильно? Ну мне что понравилось, знаете, чем вот на Донбассе здесь, вот там зашли, там все чинномерно, да, без особых жертв. И как вот сейчас вот жертвы происходят. Это слезы на глазах, сколько людей. Вы за Крым говорите, чинномерно? Ну там относительно, по сравнению с тем, что сейчас вот творится. Я вот про что вам говорю. С Крымом в тот момент была как раз та же ситуация, с Украиной была как раз та же ситуация, что с Советским Союзом в момент его разлома. Это то, о чем я говорил. Правительства, по сути, не было. Не было кому решений принимать. Просто Америка не зашла и не попыталась ничего сделать с Россией, просто потому, что ей эта Россия, если по-честному, нахер не нужна. А Россия называет себя по отношению к Украине братским народом. И вот в момент, когда у нас вот Майдан и раскол, когда правительство толком нет в структуре, некому решения толком принимать, она заходит и забирает Крым. Хитро, что можно сказать. Нет, вы, конечно, можете верить, что Крым куда-то хотел. Я, например, могу верить, что Крым никуда не хотел. Но факт остается фактом. Россия пришла туда с оружием. И эти рассказы, что все обошлось без крови, нет, там убивали украинских военных. Нет, я не спорю. Убивали, убивали. Сажали людей несогласных. Сажали? Сажали людей несогласных. Пропадали без вести люди несогласные. Вот был человек, он против оккупации или аннексии, раз его и не стало. Доказательств этому масса. Фото, видео, все есть. Хотите нам показать? Я верю, что... Уделим отдельное время. Это небольшая статья с фото и видео. При желании. Кто хочет, пожалуйста, ссылку дам. Поэтому Крым аннексирован все-таки был. И Россия ничего не давала права туда заходить, кроме права силы. Но если мы будем говорить о праве силы, то долго тут говорить нечего. Потому что право силы это право обыкновенных нацистов. Я прийду и заберу, потому что я сильнее. Ну, там не только нацистов, но больше, кто сильнее может. Ну, да. Углопников. Ну, вот, например, я сильнее. У вас телефон. Я пришел, у вас забрал. И говорю, телефон сам захотел. Я, по моему мнению, он всегда ко мне шел. Все. У нас цвет глаз похожий, да. С телефона. Да. Это то, о чем вы сейчас говорите. Я думаю, что Крым шел. Но по факту туда зашли россияне с оружием. И забрали его. И была кровь. Правда, не так много. Дальше был Донбасс. Луганск, Донецк. Так, что там происходило? Там местные, я так понимаю, тоже захотели подключиться вот к Крыму. Вот к такой же истории, да. К быстрому присоединению, без особых каких-то там проблем. То есть пришли, сделали все. Проголосовали, сказали. А какая была первая смерть на Донбассе? Не понял еще раз. Первая смерть, первый погибший человек на Донбассе после Майдана. После Майдана? Да. Не знаю. Не знаю. Не обращал внимания. Хорошо, что у вас есть руки и ноги. Потому что первый погибший на Донбассе человек, это украинские активисты, которые вышли как раз против этих референдумов. Их втерли в асфальт и убили. Забили палками и ногами. Я понял, а где конкретно? Вам не жалко было их? Нет, я первый раз слышал, где конкретно было. Это, по-моему, было в Донецке. В Донецке, хорошо. Ну, у меня есть это. Давайте так, если у меня когда появится возможность. Я с вами разговаривал, я вас послушал, я это посмотрел. Да. Самое отдельное для себя. Да. Я вас позову. Тут есть несколько конкретно жителей того региона. Я им всегда такое кино показываю. Что и как происходило на самом деле. Если будет возможность, что же позову, посмотрите. Потому что это очень полезно людям, которые воюют по несколько лет, людей убивают. Они знают, что вообще и как было на самом деле. Потом начался так называемый сепаратизм. То есть вы говорите о том, что люди какие-то вышли, хотели присоединиться. А как быть с теми людьми, которые не хотели? Да, всегда такие будут. Будут и за, и против. Надо на них насрать. Правильно? Где большинство? Большинство там, где оружие и сила. Ну, наверное, скорее всего, да. Узнаете, я заезжал в Лисичанс. Ну, я уже особо не воюю. Не особо не воюю. В лесного обеда, да, поэтому воевать я не могу. А вот заезжал в Лисичанский. Вот люди там очень сильно руками машут там. Как-то там, ну, ярко так вот внимание, да, нам уделяет. А вот, а я еду и думаю, что, ну, вполне возможно, что и другим военным, другой армии они точно так же махали. Да, потому что, ну, люди с оружием. Ну, вот и все. То есть, как-то вот так, да. Я, в плане того, что, да, у кого автомат, да, тот и сильнее, и тому там поклоняться, поклоняться вроде должны, но я не направляю на гражданских особенно, там, ну, и так далее. А вот, то есть, мирных людей мне всех жалко, надо покормить, хоть он за кого будет выступать, а все равно его покоряют. Вот, но вот всегда аккуратно, что люди, в виде оружия, за тех и ведут. Я думаю, что есть масса кадров из того же Луганска и Донецка, где люди вооруженные бегают и захватывают облгосадминистрации, вламываются в школы, разрывают украинские флаги, топчутся по ним. Вы этого тоже не видели? Ну, администрацию, я так понимаю, они не сильно захватывали, там больше сама администрация была за Россию, да, и больше так видно, что они ее захватывают. А вот, школы с флагами, ну, школы с флагами я не обращал, нет, мы тоже посмотрим. Вполне возможно, что есть такое, можно было бы их. Ну, бегали люди, такие группировки, в общем, на машинах, обооруженные, захватывали то, что им надо, всех несогласных там сажали. Знаете, что несогласных сажали там в тех регионах? Тех, которые остались за Украиной, знаете, что сажали? Тех, кто остались за Украиной, сажали? А вот человек остался за Украиной, вот он с проукраинской оппозиции, знаете, что таких сажали там? Ну, вполне возможно, ну, знаете, я встречал много людей, вот там, да, особенно в Луганске много общения было, и там кого-то посадить, там просто у людей еды не хватало, да, вот, когда это 14 год ли это было, да, еды не хватало, кого бы они посадили, им бы вот не до этого было. Понятно, многим было не до этого, но были журналисты, которых там сажали, были те, которых убивали, которые пропали без вести, и до сих пор о них ничего не известно. Ну, понятно, не, ну, без вести, надеюсь, все хорошо просто, а так, да. Ну, я так понимаю, вам на это на все абсолютно наплевать, потому что вы поверили в какие-то благие идеи мозголова. Ну, мозголова, да, идеи более такие, они здравые были, в отличие от всех вот, там, большинства других, что мы хотим, там, независимости к России, еще чего-то такого. А он говорил откровенно, что хотим, хочу государство, да, мысль на пороге того государства, которое будет. Я понял, понял, да, идеи мозгового я про них почитал, кому интересно, тоже могут почитать, его все равно убили. Ну, да. За что? Наверное, за то, что он слишком идейный был. А кто его убил? Официально ДРГ украинское, ну, это официально. А неофициально? Ну, в эту версию не верит в никто от слова совсем. Ну, многие не верят, да, скорее всего. Ей нет никаких подтверждений вообще. Да, кроме того, что просто вот случилось, случилось, знаю, это плохо, конечно, поэтому гадать, ну. А версия более логичная, он мешал кому-то там своими идеями. Он невозможен. Слишком он был идейный. И, наверное, как авторитетный. То есть за ним, да, за ним можно было идти. Да, за ним там что-то люди, некоторые. Некоторые не шли. Но его убрали, да? Ну, да. А вы верите в то, что его убрала российская власть? Ну, власть, я думаю, нет. Если вот какие-то там... Тоже, ну, это доводы только мои, да, вот так вот. Предположение, что какие-то спецслужбы, какие-то организации между собой воюют. Не воюющие, а вот интересы, да. За чьи-то интересы. Ну, так могло быть вполне. Давайте я так слышу. Вы, по-вашему убеждению, ну, вот как вы думаете, что Крым сам туда хотел, да? Вот вы просто думаете, да? Ну, Крым, да, думаю. Да и спокойно озвучиваете эту мысль. А по поводу Мозгового точно так же и по поводу лидеров так называемых ЛНР, ДНР. Вы думаете, что ими руководит Россия? Или это что-то абсолютно независимое? Ну, Мозгового, мне кажется, вообще, ну, не вообще вот так независимая личность, да? Я вот его так могу назвать. А остальные, вроде Пушилина или Пасечника? Пушилина или Пасечника. Ну, вот знаете, я вот живу вроде довольно давно в институте, там жена, все дела было. Ну, была жена, учусь в институте, вот. И вот Пушилин, Пасечник или еще кто-то такой. Мне вот немножко плевать, да, вот. Ну, мне кажется, что это больше говорящая голова. Да, лично мое мнение такое, что это люди под внешним влиянием, давайте так называть. Внешним влиянием чьим? Ну, скорее всего, Россией. Они идут под Россию, да, вот так вот. И те приказы исполняют, то есть, как лидер региона, например. Я со Ставропольского края, да, родом, как губернатор Ставропольского края, вот его вот так я назвал бы. То есть, марионетки России? Ну, да, какие-то лидеры, которые от России поставлены сюда, здесь смотри за порядком, назовем так. Соответственно, ну, за порядком, действительно, назовем так. То есть, те, кому, кто был невыгоден России, вроде мозголова, его убрали. Остались те, кому, кто был выгоден России. Да. То есть, в Луганске, Донецке, все это время, все эти восемь лет управляло марионеточное российское правительство. Ну, вполне, я, знаете, как скажу. Как вы думаете? Вот, да, я думаю, что, скорее всего, это было марионеточное. Вот, и вот, смотрите, какая история. А как вы думаете, Украине это нравилось, что Россия поставила в Луганске, в Донецке своих марионеток управлять нашими областями? Думаю, нет. Ну, не думаю, а это нет, естественно, нет. Нет. Далее вопрос. Как вы думаете, российская техника, российское оружие было на Донбассе? Я имею в виду, а обобщаю, Луганск, Донецк, может? Наверное, возможно, и было. Знаете, вот спецоперация началась, я увидел много российской техники до этого момента. Опять вернемся к этому видео. На которое у нас ссылка всегда прикрепляется. Там колонны российской техники заходят из России в Луганск, Донецк. Ну, не конкретно в Луганск, а в эти области. Колонны. Огромнейшие колонны техники. Это вот начали спецоперации? Нет, это 2014 год. Огромные колонны. И РСЗО, и танки. Все российское туда прет. Ну, я понял. И многие жители об этом знали. На видео попадали, есть видео, опять-таки, с комментариями местных жителей. Некоторые радовались этому, что Россия туда заводит. Я этого не отрицаю, но я пытаюсь все-таки прийти к простой вещи. Если там российское марионеточное правительство, российские танки, российская техника, российское оружие. И, как вы уже сказали, это не очень нравится Украине, что на их территории, да, все это находится. Как вы думаете, Украина начинает воевать за свою территорию? Да. Ну, должно, по идее, если государство сильно. А те со своей стороны воюют? Да. Дети гибнут и там, и там. Мы пришли к причине. Так что причина? Майдан, который был в Украине, или Россия, которая туда зашла? Наверное, Майдан стал поворотным моментом все-таки для меня. То есть, Майдан дал право России и в Крым зайти с оружием, и на Донбасс зайти с оружием. Майдан разделил народ. Я вот так вижу. Послушайте, народ в стране может разделяться так, как ему выгодно или невыгодно. Это дело народа. Да? Это дело народа. Россия имеет право, из-за того, что где-то в другой стране что-то происходит, вводить туда свои войска, ставить свое правительство. Ну, если там ее интересы, почему нет? А, все, право силы. Ну, то есть... Право силы, правильно? Совсем право силы. А как? А как не право силы? Какие интересы? Какие интересы? Люди, которые поддерживают Россию. Ну, к примеру, вот так, да? То есть, свой народ забрать. Нет, стоп. Поддержать, да? Вот так. Стоп, подождите. Люди, которые поддерживают Россию, их можно забрать в Россию? Можно. Что же не забрали? Ну, тут еще вопрос такой интересный. Приднестровья, как сделать так же? Ну, давайте не уходить. Давайте. Луганск, Донецк, да? Да. Крым забрали? Забрали. Луганск, Донецк. Ну, мне кажется, что надо было просто вот так. Оп. Договориться. Да, вот. Мы с вами не воюем, да? Мы вот это вот так делаем. На таких отношениях. Как мы поделим, да? Вот так. Не поделим, да? Да, договоримся. Мы же с вами можем с вами договориться, да? Пообщаться, договориться. А почему правительство, ну, президенты не могут? Наверное, потому что Украина никогда не взяла бы и не отдала бы часть своей территории и не отдаст. Просто так. Потому что России показалось, что там ее люди. Если Америке сейчас покажется, что на Камчатке ее люди, Америка зайдет и заберет, а вам покажут даже картинку, где люди на Камчатке с американскими флагами, вы поддержите такие действия Америки? Да, думаю, нет. Правильно? Потому что вы не симпатизируете Америке. Но России вы симпатизируете, поэтому вы поддерживаете, что она зашла на чужую территорию, потому что там якобы ее люди. И я вам задаю вопрос, а что же было этих людей не забрать и не защитить? Там же были разные люди. Там были люди, которые за Россию. Там были люди, которым похрен. Это вообще основная часть. И люди, которые за Украину. Заберите себе людей, которые за Россию и защищайте их. Дайте им квартиры. Пусть спокойно продадут свои дома, квартиры, машины, имущество свое. И с этими деньгами уедут в Россию и защищайте их там. Экономику поднимайте. Да, вполне возможно. Ну, мы с вами политики. Мы с вами не политики. Я журналист, я людей не убивал. А вы убивали. Ну, не надо договариваться. Не убивали людей? Вы с 14-го, с 15-го года воевали, не убивали людей? Я полтора месяца прослужив, получил ранение тяжелое. Да. И тяжелое особо. Я носить не могу много, ходил не могу. Ну, то есть вот такая бы надо. Ну, и вот после ранения я почти два года ничем таким не занимался. Хорошо, я понял. Я скажу проще. Я журналист, я оружие в руки не брал. Вот, да, давай. Да? Да. А оружие я беру для чего? Ну, для самообороны, либо нападения. Либо нападения. Вы для чего брали? Для обороны. Чего? Для обороны. Вы приехали из России в Украину для обороны себя? Ну, потому что вот мы сейчас с вами разговариваем, да, вы на меня в какой-то степени нападаете словами. Нападайте. Я хочу вас перебить. У нас дискуссия. Да. Мы разговариваем. У нас перед вами, видите, плакат стоит? То, что вы должны отвечать. Нет. Я вот сразу задумался. Потому что его нет. Поэтому... Ну, все, все, Дим. Я же сказал, нападайте. Все, я жду. Нападайте. Все, я не нападаю. Ответили. Ответит номер. Дали телефон Вики. Это, кто бывает, и сестра. Вики. Спасибо, братан. Ну, типа, 40 минут, о чем-то мы говорили, типа, ты взял, как бы, помог. Спасибо. Класс. Не получится вырезать. Не получится. Мы не вырезаем ничего. Я помню. Ну, давайте, нападайте. Я же пытаюсь понять. Я не человек такой, который словами может воевать, да, вот, да и делами так. Знаете, я тоже не человек, который воюет словами. Я всего лишь пытаюсь понять вас, как человека, который воевал еще тогда, пришел во время, понять ваше мышление, донести ваше мышление до других таких же, как вы. Найти ответы на вопросы. Зачем вам эта война? За что вы воюете? Стоит ли оно того? Ну, война никогда не стоит. И тем не менее, вы взяли в руки оружие. А не я. И я хочу, чтобы вы мне объяснили. Оно как-то так звучит, да, взять оружие за мир, чтобы вот, ну, не было войны. Вот, чувак, что мне надо. Чтоб не страдали дети, да, чтоб вот этого, вот эта вся катавасия, которая началась с Донбассом, да, 8 лет назад, чтоб она закончилась, да. Вот, я не, вот, перед вот этой кампанией спецоперацией я не специально пришел в армию, меня смобилизовали. Ну, чтобы мы жили вместе хорошо и счастливо. Вот это для меня задача. Это для того, чтобы мы жили вместе хорошо и счастливо. Ну, знаете, как я скажу, вот я вижу такую вещь, в России песни всякие сочиняют, да, про, ну, патриотизм, еще что-то такое, вот, а, ну, Россия великая страна, там, еще что-то, ну, вот я так образно говорю, вот, и слушаю... Ховно кусок, я образно говорю. Ну, ладно, нет, просто слова такие, а вот, а в Украине, да, есть такие песни, вот, ну, тут недавно с человеком с одним общался, который просил повторить, так, Путин хуйло и еще что-то, вот такое, да, вот, то есть, ну, это обзывательство других, а не восхваление себя, да, вот так вот, то есть, вот, я вот такую разницу заметил, да, я бы с радостью сказал, знаете, вот, как-то мне один товарищ сказал, что Украина, это, в принципе, хорошая страна, все, ну, у них идей не хватает, чтобы они вместе собирались, и вы знаете, вот... Я прошу прощения, здесь такую идею подали, отвлекусь просто, отправлять вас, военно-пленных, на инглумацию людей, которых сейчас вот в изюме, видите, вот, тела, может, это правильная идея, может, действительно вас нужно туда отправлять, чтобы вы откапывали людей, которые после вас освободителей закопанные лежат в братских могилах, изуродованные, изнасилованные, а убивать этих людей отправил Путин, да, хуйло, но это очень мягкое слово, таких слов нет, фюрер, гитлер, ну, это тоже все будет, знаете, просто сравнение, конечно, хуйло. Буча, Ирпень, вы не видели, что там было? Ну, слышал. А я не слышал, я знаю, точно знаю, там моих знакомых вот так вот откапывали, знакомых мне людей. Я не знаю, оскорбление, там, не оскорбление, может быть тот человек, который вам это говорил, у него ребенка убили, или близкого человека, поэтому вы уж на него не в защите. Нет, я не в плане того, что вот человек, да, личный человек не любит Путина, там, да, определенный человек тоже, там, из состава ДНР или России. Да в нас ракеты полгода летят последних, а отдать приказ, чтобы они летели, я отдал как раз Путин, поэтому не любят Путина, да. А еще Путин Крым забрал в четырнадцатом году, который, конечно же, мы заберем обратно, а потом вторгся на Донбасс, Луганск, Донецк со своей техникой, из-за чего началось все эти восемь лет, то, о чем мы с вами говорили, то, о чем мы с вами говорили, что там техника российской, и войска российские, пусть они добровольческие, и такие, как вы, приехавшие за какие-то идеи, и стреляют в эту сторону, а с этой стороны стреляют в ту сторону, потому что это наша земля, и гибнут мирные люди. Вот только проблема в том, что если бы вы со своими долбанными идеями туда не пришли, то эти дети бы и не гибли, вы пришли защищать детей, которые и пострадали из-за того, что туда пришли такие же, как вы. Я боялся. Понимаете? Да. Давайте, я на вас напал снова. Давайте теперь вы. Да нет, я нападать не буду. Ну тогда, я знаете, вот что скажу. Тогда скажите, что вы защищали, кого вы защищали, конкретно, не идеи, да, конкретно. Вы пришли с оружием в чужую страну. Давайте так скажу, да, если вот, как правильно так сказать, все видели начало этой войны именно вот спецоперации, да, как в России говорят. Ну, потому что вот война это 8 лет, да, а спецоперации это вот этот промежуток небольшой. Вот эту спецоперацию, как быстрое решение, а вот все эти проблемы. Получилось? Нет. Кто виноват? Не мы виноваты. А кто виноват? Большие люди виноваты. Они так виноваты. А как имя самого большого человека? Большого Путина. Да? Так он совершил военное преступление или нет? Не знаю. Сколько вам еще таких видео показать? Не, он именно вряд ли бы. То есть, да, там, я не думаю, что он приказывает так, вот сюда нападаете, убиваете вот там. Нет, не приказывает? А что же он приказывает? Вот этих, вот этих. А что же он приказывает тогда? Что российские танки делали в Чернигове, под Киевом, в Сумах, в Херсоне до сих пор, в Запорожской области, в Харьковской области? Что? Это не Путин приказал? Путин. Ну? Лично я бы вот на тот момент, да, посмотрел, вот как это происходит, вот эти, как они, охваты, обходы. Ну, то есть вот, что войска сдаются, страна капитулирует, ну, государство, я имею в виду. О, все уходят, а дальше уже другое правительство здесь становится. Лично я вот так это увидел. Но если так не получилось, и вот так вот война складывается, что люди сопротивляются, не хотят, что-то надо другой выход искать. Вот что я вижу. Я не хочу войны. То есть вы все время руководствуетесь правом силы, такого себе гопника. Зашли, надавили, не получилось, ну все, ладно, давайте. Получилось, значит, хорошо. Значит, молодцы. Ну а как, объясните. Не совсем так. То есть, знаете, ну, если с правительством, да, одного Вовы, с другим, с другого Вова, да, они договориться не могут. Подождите, о чем можно было договориться с Вовой Путиным, который сидит, несет чепуху какую-то про историю, полчаса рассказывает, а потом объявляет спецоперацию по демилитаризации, то есть мы придем к вам, вас разоружать, тупое гопничество вообще, ну просто, мы, мы одна страна, придем к вам в другую страну, чтобы вас разоружать. Это раз, и два, несет какую-то ахинею про нацизм, и ничего уже не спрашивает, а просто говорит, мы объявляем спецоперацию. О чем ты с ним договоришься? Как? Раньше. Что раньше? Раньше можно бы пробовать договориться. Почему они договорились? О чем? Давайте. О чем договорилось? О мире. А как поделить Донбасс? Как сделать так, чтобы здесь войны не было? Ну вот так вот, да? А почему мы должны с кем-то делить Донбасс? По какому такому праву мы должны делить с кем-то Донбасс? Ну, как-то можно договориться с тобой? Да, ну. Нет, вообще, то есть, знаете, если мы с вами не можем... Ну, я же вам, я же вам привел пример, как можно договориться. Можно взять, если вам там было кого защищать, от России, да? Там было определенное количество людей, которые сильно там тяготели в Россию. Надо было взять их и вывезти в Россию. Дать им паспорта. Они бы спокойно здесь продали бы свои квартиры, свое имущество и уехали бы туда. Это мое решение вопроса на тот момент. Это ваше, да? А ваше? Ну, у меня, ну не знаю. Смотрите, Луганск. Ну, не, допустим, вот, знаете, вот вы такой вариант предложили. Да, я допустим, вот, да, или это вот не стопроцентно, ну, вот такой вариант, да, там, всю ЛНР, Луганскую область, да, вот так вот поставить, там, ну, присоединение к России, вот так вот. Мы с вами садимся за стол переговоров, вы со своим предложением, я со своим. Мы сидим, обсуждаем и приходим к выводу, вот давай вот так сделаем, да, да. Ну, неважно, да, как-то вот. Мы с вами, мы как взрослые люди договорились. Допустим. Вот. Приняли решение, но ведь знаете, а президенты наши давно встречались между собой. Встречались несколько раз, с Порошенко Путин встречался, мне сказать. С Порошенко, да. Ну, как бы, знаете, то есть диалога правительств нету почему-то, почему нет. Я не знаю, я вам просто, мы же не президенты, мы же не знаем, о чем они там вообще между собой говорили, да? Вот. Я вам просто, вы просто говорите, что не было решения, я вам говорю, ну, вот вам решение. Но нет, это один, то есть, да, мы вот сейчас вот разговариваем. А какое вы лично видите еще решение? Вот вы говорите, не сели, не договорились, Зеленский не сел, не договорился раньше. А я пытаюсь понять, чисто аналогическом уровне, о чем может договориться Зеленский? Отдать территории? Вариант. Не вариант. Ни в коем случае, либо войну устраивать. Ну, такого не бывает, такого не бывает, чтобы страна взяла и сказала, окей, забирайте. Государство не обеднеет. Это не вариант. Ну, вообще, к примеру, в Сербии так было много раз. О, отделение и независимые. Вот это, к примеру, в Сербии. Ну, мы не в Сербии, мы в Украине. Понятно. Я просто не хочу уходить в... Я понимаю. Допустим. Нет. Нет, даже, давайте представим, где-то такое, допустим, было. Мы в Украине. У нас независимая страна. С такими-то границами. Да. Мы 8 лет заявляли и объясняли. Ничего мы вам не отдадим. Вот этому гопнику, который пришел забрать телефон, мы говорим, не отдадим. Если надо пару сообщений с телефона с этого скинуть, если ты считаешь, что это твои, можем скинуть. Ну, если это корректно так сравнивать. Я понял. Но телефон не отдадим. Дальше что? Все, это наша была позиция, и она есть, и она будет. И Крым не отдадим, между прочим. Хоть Россия уже уверена абсолютно на 100%, что Крым ее и навсегда, но это очень большое заблуждение. Ну, посмотрим. Время покажет. Да, время покажет. Мы же только разговаривать. Конечно. Мы можем только разговаривать, и все. А я пытаюсь между нами просто понять, чем вы руководствуетесь. Правом силы или все-таки каким-то здравым смыслом? Потому что, еще раз говорю, Луганск. В Луганске живут люди, которые за Россию, которым все равно, которые за Украину. Почему вдруг вы решили, что они должны присоединиться к России? Или же жить под марионеточным российским руководством? Кто вам дал право так судить? Я видел людей, которые говорили, хотим жить с Россией в России. Так. Других людей я не встречал. Вот те, которые там с Луганского, с Донецка. Ну, в Донецке я никогда не был, но с Луганского. Наверное, потому что они оттуда выехали. Ведь оттуда же выехали миллионы людей. Это статистика. Ну, вполне, да. Так почему? Кто вам дал право решать за людей, что они должны бросить свои дома и уехать оттуда, потому что туда пришло марионеточное российское правительство? Почему вы считаете, что так можно? Я вижу эту землю как коренную русскую, скажем так, да? Ах, коренную русскую. А то, что это 30 лет прожила Украина на тот момент сколько? 24 года, да? Пробыла Украина в своих территориях, Россия в своих территориях. Это вас не беспокоит? Я не считаю, что силовой метод, да, допустим, вот так скажем. Не, он допустим, но это в крайних случаях при геноциде и чем-то таком. То, что я вам только что показывал. Это как раз геноцид. Ну, это да. Это геноцид. Не, ну, мы конкретно смерти не видели, да, как они происходили. Не видели. Поэтому и тут до конца сказать, кто геноцид как. В смысле, откуда вышло то, что была выбита российская армия из Изюма, а это вам показывают, как выкапывают людей. Вам же еще что нужно? И вы думаете, что мы туда зашли, их закопали, и теперь я вам это видео показываю? Нет, ну... А в Буче тоже то же самое называют? И в Верпине? В Буче я... В остальных городах то же самое. Понимаете, в чем дело? В чем сложность? Российская армия зашла под Киев, убивала людей. Убивала... Российская армия пошла по шести направлениям. Это множество смертей. Это люди, это жизни загубленные, это война. Вы пошли когда-то защищать детей, в результате вот этого за один день погибло больше детей, чем за 8 лет на Донбассе, которых вышли защищать. Еще раз. За один день погибло больше детей, чем за 8 лет на том Донбассе, который вы пошли защищать в 15-м году. И я вам это говорю, а вы, отвечая на это, мне говорите, не, ну, зашли, но не получилось, надо было уйти. Ваши слова? Не уйти как-то... Ну, вы сказали, зашли, капитулировала, ну, не капитулировала, ушли. Так же, как вы сказали? Так неправильно, вообще воевать неправильно. Ах, неправильно все-таки? Ну, договариваться надо. Договариваться? Вот, что мне кажется. Да, то есть, я так понял, Россия зашла, показать силу на АО. И в итоге договориться потом... А чем Россия, которая зашла показать силу, отличается от нацистов? От нацистов? Ну, вторая мировая, вы же историю хорошо знаете? Ну, неплохо, да. Да, ну, вот, чем отличие? Ну, во-первых, разные руководители, разные... Ну, разные имена, да, их по-разному зовут. Ну, и диалоги разные, как минимум. В чем? Одни евреев точно не любили. Эти украинцев не любят, тоже разные названия, да? Ну, вообще, евреев кто не любят, они отдельно вообще, как это ведут. А, вот, пока не слышал о таких вещах, как, там, в лагерях смерти каких-то, ну, где, вот, там, пытают, убивают. Ну, конечно, я вам только что видео показал, вы говорите, это еще надо разобраться. Как же вы о них узнаете? Не, ну, знаете, может быть, когда-нибудь? Ну, ну, дальше. Не, я имею в виду, что у Гитлера там лагеря целые были, да, здания, в которых людей жгли, и все вот это, да, вот, было, было такое. У россиян есть, по-моему, мобильные кинематории жгут, кого они там жгут? Или вы отрицаете мобильные кинематории? Я не видел. Не видели? Хорошо. Да, если я увижу, я хочу сказать, могу. Что еще? Да, по телефону это все, чтобы придумать можно как-то так. Ну, то есть, не... А, я вам даже показывать не буду, потому что, в принципе, все же против России это выдулка и фейк. Я понял, дальше, что еще? Хорошо, лагерят, понял, да, допустим, дальше. Что еще? Вот, идеология, что одна нация, да, одна нация выше всех остальных. Правильно, Россия выше, поэтому она имеет право заходить в Украину и убивать людей. Россия это страна, а вот, а не нация. А национализм от слова нация. Хорошо, понял, верно. Фашизм. Чем отличается действие от россиян, от фашизма? От фашизма? Да. Фашизм это только муссолини, если только сравнивать. Ну, дебилизм большой, этот муссолини, внутренние проблемы. Забить вот войной напасной, куда-то, куда-то. Нацизм это когда одна нация выше другой. Ну, да. А фашизм это когда некое великое государство, да, может другим там что-то диктовать. И вот Россия, как вот это вот некое великое государство, посчитала, что она может что-то диктовать Украине. Верно? Ну, там в своих интересах тут Россия. Ну, в своих интересах, конечно. В своих интересах, да. Ну, Россия в своих интересах имеет право, по вашему мнению, что-то диктовать Украине, правильно? Уже Крым ладно, уже Донбасс, мы уже прошли, уже, мы там ни до чего не договоримся. То есть, дальше, Россия под Киевом, в Черниговской области, в Сульской области и так далее. Почему вы считаете, что Россия имеет на это право? Ну, знаете, до 14-го года. Ну, вообще, вот тогда, раньше было так, что, ну, общение было, да, двух государств, нормальное общение, там, дружеские и все остальное. А вот, после 14-го началось нагнетание, химические, вот всякие вот эти процедуры всевозможные, да. Что? Неправильно сказал. Химоружие. Какое химоружие? Ну, по российскому телевидению говорят о химоружии, что оно пытается здесь, на Украине сделать. Вы вот про это, что ли? Не знаю. Выяснив, что там еще, это биологическое оружие, которое испытывалось на добровольцах украинцах, это значит, а еще плюс к тому, что птицы, которых этим заражали, рассчитывалось и траекториям перелета через Россию, это абсолютно фашистская попытка и стремление вообще славянского этноса как такового. Делом другой, не совсем. А что? Нет, они показывали какие-то лаборатории, рассказывали, да, о химии, химические там, какие-то биологические, что там, что-то, что-то изобретать, что-то сделали. Давайте я вам просто пример немножко разображу. Сначала в спецоперации было сказано о том, что в селе Степовое, Степовое, Луганское, там была история такая, что заразили, принесли деньги с Украины и заразили детей. Детей и потом вот много кто там заболел, там именно такая большая спешка была. Почему мне это близко и знакомо, у меня жена, моя бывшая, она как раз вот оттуда, и она вот этой штукой заболела. Какой штукой? Ой. Что это такое? Свиной гриб? Нет, нет, в легких. В легких? В коронавирус? Нет, когда кашляют, но не коронавирус, коронавирус еще не было. Бронхит? Нет, нет, тяжелый вот это. А свимония? Пневмония? Нет, не пневмония, туберкулез, вот, спасибо. Суберкулез? Да, вот, что была раскинута туберкулезная палочка и вот, вот так вот было очень много людей заражено. Туберкулез принесли, через деньги из Украины передали и там заболели туберкулезом? Кто-то разнес деньги в Степнов, да, отдал детям, там, они даже доказательства, ну, Вобров показывал, рассказывал, что такое. Грот ми ноги. Да это, давай ты попробуй, ну, я хотел, ну, давай, может, я быстрее, ну, тут просто требуется, это требуется, это необходимо. Туберкулез. Вобров туберкулез. Луганск, да? Степовое, Луганск, да. Луганск, Степовое. Зачитывай, Владимир. Уже? На, давай. Открывается. Это, это сейчас будет что-то феноменальное. Тебе надо VPN включить, потому что Лавров заявил, что РФ продолжит расследование о деятельности Белоборотов. Давай я прочитаю, меня лучше будет слышно. 29 апреля этого года. Значит, Лавров заявил, что РФ продолжит расследование о деятельности биолабораторий США на Украине. По словам главы МИД РФ, тема биологического и химического оружия, это то, на что нам следует гораздо чаще акцентировать внимание. Во время диалога США, бла-бла-бла. По его словам, в лабораториях содержали наиболее опасные патогены, в том числе возбудители, туберкулез, за сибирской язвы, холеры и бруцелеза какого-то. Это опасные вещества, поэтому у нас нет никаких сомнений в том, что должно быть расследование. Все? Да. Ты про детишек мне найди, про деньги, которые раздали из Украины детишкам, дети пошли туберкулез в степовом разнесли. Это ж, ты представляешь, преступление какое-то, это расследовать надо. Я сейчас же возьмусь за журналистское расследование, немедленно преступлю. Сейчас подключим всех. Ты что? Вот. Еще есть такие истории какие-то у вас? Нет, просто вот знаете, я так скажу, это 20-й год, я только с будущей женой общаться начинаю, и сама врач говорит, в больнице, в которой она говорит, у вас прямо в том районе вспышка такая, нетипичная вспышка, вот так бы назвать. Понимаете, в чем дело, очень часто бывают нетипичные вспышки тех или иных болезней в тех или иных регионах. Ну, знаете, вот в той ситуации, она вот так вот складывалась, а потом по телевизору я тоже. А как в тот регион проникли те люди, которые раздали детишкам деньги? Скорее всего через этот... Владимир, читайте. Не, как? Скорее всего, либо через, ну, через Северский Донецк, там есть пропускные пункты. Ну, тут, наверное, сейчас объяснят. На Украине разбрасывались фальшивые купюры, зараженные туберкулезом. В ходе специального СВО российским военным удалось получить дополнительную информацию о различных биоинцидентах. В этом, в среду, сообщил начальник войск ТТТТ, по его словам, специалистами были изучены материалы, свидетельствующие о преднамеренном использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза. Причем с множественной лекарственной устойчивостью. Жуткий опыт с целью намеренного заражения населения был проведен в Славяно-Сербском районе Луганской Народной Республики. Для этого были специально изготовлены бумажные листовки в виде фальшивых денежных купюр. Все эти фальшивые купюры были идентифицированы возбудителем туберкулеза и распространены в населенном пункте Степовое. Это ваша история? Причем фальшивки намеренно раскидывались в местах, где присутствуют несовершеннолетние. Организаторы учли особенности поведения детей, ведь те имеют привычку все тянуть в рот и брать продукты питания немытыми руками. Да, это в принципе доказательство по большому-то счету. Мне просто вот этот момент заинтересовал, как они туда попали. Не описано. Разбрасывались, да и разбрасывались. Ну попасть можно. Конечно, попасть можно. Давайте дочитаем. В итоге результаты бактериологических исследований, по словам, здесь должна быть ссылка на результаты бактериологических исследований. Ну если это статья, а не Филькина грамота, здесь должна быть ссылка на результаты исследований. Я понял. Увидеть результаты исследований, увидеть купюры, увидеть этих зараженных детей, расследование, что именно количество зараженных детей, количество зараженных людей, что именно это вызвало. И вот это вот все должно быть ссылочками здесь расставлено. Фото, видео с камер, как видно, что кто-то разбрасывает. По возможности все. Ну как можно больше. Ведь это же очень серьезное обвинение. Да, доказательное. Это одно государство обвиняет другое фактически в том, что то государство напечатало зачем-то деньги зараженные, чтобы заразить детей туберкулезом. Людей, да. Они же делали ставку на детей, ведь те же любят подбирать все с пола и немытыми руками кушать. Вы же понимаете? Деньги. Это же... Это же... Ну, да. Результаты бактериологических исследований. По словам начальника войск РХБЗ, подтвердили устойчивость выделенных бактерий с противотуберкулезными препаратами первого и второго ряда. То есть вызванные ими заболевания гораздо сложнее поддается лечению. А стоимость лечения намного выше. Разъяснил военно-начальник. Не, ну, в принципе, что мне еще надо? Эксперты Луганской республики санитарно-эпидемиологической станцией оформили заключение. Здесь должна быть ссылка на заключение. Согласно которому заражение фальшивых купюр осуществлено, вероятнее всего, искусственным путем. А заражение фальшивых купюр может еще не искусственным путем произойти? Не, ну... Ну, пока что там специально... А, естественным путем. Ну, да, наверное, как-то... Правильно, верно, все правильно. Не случайно кто-то покашлял о них, а их искусственно зародили. Так как материал установили специалисты, содержит чрезвычайно опасные штаммы возбудителя в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса. Главврач Луганской Республики противотуберкулезного диспансера также сказал, что имеются все признаки умышленного рукотворного заражения листовок биоматериалов высокой патогенности. Все. Ты поломал мне сегодняшний приказный день. Доказано. Все? Ну, не доказано, да. Я просто вообще... Все? Накололи купюры. Все? То есть из-за этого можно идти сотни тысяч людей ложить в землю? Нет, так делать нельзя. Вот если вот эта история правдивая, так делать нельзя. Вы понимаете, что я вам говорю о том, что Россия зашла по шести направлениям, что доказано. Множество людей, изнасилованных, изуродованных, застреленных в спину и в голову, достают из могил после того, как там прошла российская армия. Вы мне говорите, что это еще нужно доказать. Я вас спрашиваю, что давало право России это делать, да, с чего мы начали. Почему Россия считает, что это можно делать. И вы мне даете, вы мне говорите, что... А вы знаете и говорите мне вот про вот эту вот Филькину грамоту. Про вот эту... Вообще, я не знаю, как это назвать. Это же мерзость, то, что я только что прочитал. Это же бред. Нет, это же в психушке идиот какой-то может только такое написать. Ни одного доказательства, ноль. Ни попытки даже как-то это аргументировать или обосновать. Чем это отличается от тех слов Михалкова, которые я вам включал, по сути? Ну, Михалков вообще ничего. Михалков вообще ничего не сказал. Сказал, сказал, что готовили птиц, которые должны полететь в Россию и заразить славян. По нужной траектории. Ну, просто слова, да, Михалков. А это что, не слова? А что за газета? Что за статья? С какого это? У меня просто может быть более объективный материал. Нет, ну сколько я вам должен прочитать? Нет, нет, я не прочитаю. Вы читали какой-то более объективный материал? Нет, я просто... Так а чего мы сейчас должны его сидеть искать? РГ.РУ. Ага. И потом на Вести.РУ. Это же статья. Нет, так у российских пропагандистов, у них сильно ничего не отличается, потому что на всех остальных ресурсах будет все то же самое. Если бы были какие-то доказательства, они бы потрудились вставить ссылку на эти доказательства. Нет. Но если вы не читали этого, но в этом уверены, что мы сейчас будем читать? Подтверждение искать этому вреду? Я не ищу подтверждение. Я еще раз вас спрашиваю, что позволило, что дало право России вторгаться по шести направлениям в Украину, убивать людей. Что дало им право? Я так понимаю, приказ. Приказ Путина, да. Почему? Потому что вот он вот так посчитал. Так это все-таки приказ Путина? Потому что только что вы до этого говорили, что наверное нет. Ну в данном случае это приказ. Приказ Путина? Это преступный приказ? Преступный? Вот пока не могу сказать. Вот как бы не было. Заходить в чужую страну, танканье, убивать людей, это не преступление по-вашему. Знаете, я вот, процесс вот, да, исторический. Когда он придет к концу, тогда можно поставить итог какой. Да, а до этого момента, до того момента, пока не поставлена точка в истории, это будет все такой вопрос на все. Возможно, да, что именно вот сейчас, да, есть... Вам лечиться надо. Спасибо. Ну вам серьезно. Вам лечиться надо было, а не воевать все эти годы. Или что вы там делали? Серьезно. Ну то есть заходить, убивать людей, заходить на технике одной стране в другую страну, это должен поставить какой-то исторический процесс, точку в этом процессе. Убийств, вы пошли защищать детей, вы мне говорите. Я вам говорю, за один день погибло больше детей, чем те, которых вышли защищать. И вам тупо это вот так вот. Вам все равно. Вам плевать на это. Потому что вы говорите, что точку должен поставить исторический процесс. А я вам еще раз повторяю. Детей погибло за один день российского вторжения полномасштабного больше, чем за ваши 8 лет. И вы мне говорите, что это исторический процесс должен поставить точку. А тогда, в 14-м году, да, вас ничего не интересовало. Все, вы побежали, детей защищаем. А сейчас? Может быть, вам дать оружие, пойдете снова защищать детей? От российских военных. Ведь они же убивают детей. Давайте пойдем воевать. Ну я не вою уже давно. Ну а может быть пойдете? Давайте защитим. Давайте детей защитим. Что прятать в бомбоубежище еще как-то вот так? Не, вы же тогда воевать прошли. Ну тогда у меня чуть другая идея была, да? Сейчас нет ни мозгового. Давайте, давайте, давайте без мозгового. Давайте дадим вам новую идею. Вам нужна идея, давайте дать им. Убивают детей по всей территории Украины. Российская армия идет и убивает детей. Сейчас, в частности, в Херсоне. Вас где впрям взяли? Под Лисичанской, Белогоровка. Под Лисичанской, Белогоровка. Это какая область? Луганская. А вот сейчас Херсонская область, там сейчас россияне убивают детей. Я вам сейчас множество могу сказать. Вот если такого уровня статей, да, я вам сейчас их найду, вы их за жизнь не прочитаете. Я понимаю. С теми же доказательствами, как вот таких же историй. Так давайте поднимать защищать. Расскажите свою историю, что вы там навоевали. Или иди, Дим, ты, я уже просто устал в этой позиции сидеть. Просто, просто история. Давайте, сколько мы уже говорим? Часа два? Нет, Владимир, вы слишком много на себя берете. Потому что вы все и правда. А, час 0-3 всего. Так ты полагался, что-то раньше времени. Нет, я уже, ну, как бы, все. О том, чем я хотел по истории, знаешь. Я выходил курить, потому что я ломался от ваших аргументов. Я, в принципе, согласен. У меня чуть-чуть неожиданных пару вопросов. Вы жили в Рашке, потом в 14-м году все бросили и поехали сюда. Да, ну, в конце 14-го. Как вы жили в России? Да неплохо. Я жил, ну, работал на заводе. В Санкт-Петербурге на заводе, на Тойоте. На Тойоте работали? Да. Потом уволился, собрался заключать контракт. У меня было там несколько месяцев. А вот, несколько месяцев заключить контракт. Я собирался в бригаде, миротворческом бригаде или батальоне, я не помню. Вот, у меня было несколько месяцев, я ничего не делал. Думаю съездить сюда, посмотреть, как здесь дела. Ну, вот как-то так. А вот, ну, а в итоге застрял довольно надолго. Ну, в плане того, что попал в призрак. Ну, вот, они мне то показали, это показали. И началась война, ну, Дебальцева, и уже вот. Что вам призрак показывает? Батальон призрак, правильно? Ну, бригада. Бригада призрак. Да, это сейчас они маленькие. Ну, вот, мы тогда в начале 15-го года стояли в Волчевске. Ну, я в батальоне был у Александра Невского. Но нам приходили каждый день по несколько раз на день, вот пока я на посту стоял, приходили люди местные. спрашивали что-то, что-то советовались. Мы постоянно людей угощали чем-то, и люди нас чем-то угощали. Вот, это новогодние праздники, и вот так вот. А пришла женщина, говорит, не могу. Там долго. Что-то у нее там, корм, детского питания, по-моему, не хватало. Ну, 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 да, что-то. А ей там надавали столько, что, вот он просто гуманитаркой, надавали столько, что ей пришлось отдельно там человека выделить, чтобы он помог ей донести до дома. Зачем в батальоне призрак пытались своих солдат, которые отказывались выполнять преступные приказы? Я таких историй не слышал. Ну, а свиньи рассказывали военнопленные на интервью? Нет, я вот не был этого свидетелем. Нет, ну, я вам говорю это как факт, потому что нам это рассказывали, как люди хотели переводиться, их не переводили, их там мучили, закрывали. Там кто-то даже выпрыгивал с какого-то там третьего этажа, это было пятиэтажное отжатое здание. Ладно, хорошо. Меня интересовало, как человек может просто взять, бросить одну жизнь и поехать куда-то в другую страну, попасть сразу, по сути, в бандформирование, загореться какой-то вот этой военной романтикой непонятной. Ну, вам же это нравилось? Ну, я вообще собирался в бригаду, ну, или в бригаде, либо тлен, не помню, это 15-й год, конец 14-го года в России по контракту служить. Я вас вижу условно-военного романтика. Вам нравились, наверное, фильмы про войну? Ну, в детстве было такое время. Да, вы типа загорелись, я хочу быть военным, каким-то там придумали себе сказочку освобождать ЛНР, ДНР, но не фартануло, не повезло, получили ранение, вас списали. Так? Ну, примерно, да. Ну, вот это правдивая история. В голове осадок и обиды остались, поэтому ждали, я считаю, что вы ждали этого 22-го года, чтобы опять получить автомат, потому что мобилизовали вас 19-го числа. Расскажите, как это было? У меня есть, была жена, вот, жена моя, это моя проблема, вот, бывшая. В общем... Чего проблема? Как жена может быть проблемой? Темволя бывшая, да. Нет, ну, я на много чего могу не вестись, да, вот так, много-много чего перетерпеть. А тут история такая возникла, что я развелся, и вот после развода, не прошло и года, а я три раза возвращался к жене и обратно вот с ней какие-то отношения были. В каком году вы развелись? В 2001-м, в мае. Это... 3-го мая. Это еще жена, которая... У меня одна, нет, здесь, она с Луганск, с Тепового. Вы из России приехали сюда? Да. И здесь, в каком году вы приехали? В 2019-м. Не, из России переехали? В 2019-м переехал, именно. Ну, здесь квартиру снимал. А до 2019-го? Ну, в России в основном жил. Понял. Подожди. Первый раз в батальон «Призрак» вы в каком году попали? В 2015-м. В 2015-м. Потом вы выезжали, приезжали? Я лечился, да, у меня тяжелая травма же, вот, я очень сильно, очень много лечился. Понял. Ну, вот, и у меня получилось как, что в Новый год я вот опять начал с женой общаться. Когда вы поженились? 20-го октября 2020-го года. 20-го октября. А, вы развелись? В 2021-м году, 3-го мая. Все, в 2021-м году, потому что вы сказали в 2001-м, и меня поломалось. Я понял. Ну, я просто так 20 лет туда-сюда. Ну, а из-за чего вы развелись? Характерами не сошлись. Потому что она может смотреть, я не буду на нее ругаться. Понял. Ну, она будет в любом случае смотреть. Вот так вот. Ну, в общем. Мы знаем это 100%. Мы поругались, все. Ну, и получилось как, что я начал вот опять к ней, опять этот, и решил, вот, думаю, надо как-то себя вот от этого, а, как это правильно сказать, ну, отстранить, да, отстраниться от этой всей истории. Чем бы заняться? Чем бы заняться? Я работал дома в интернете и мыслен, ну, что вы делаете? Криптовалютами занимался, ну, я и на экономиста учусь и понимаю, как там, что делать. Угу. Вот. И получается, как мне обратились, сказали, что вот тут мобилизацию объявили 18-го числа, пошли в военкомат, посидим две недели в этом, на полигоне. Угу. А вот. И побухаем, и пообщаемся, и все. Я думаю, о, отлично. Почему, помимо, еще и денег этот, ну, скажем так, вот, от вот этой всей суеты своей, которая меня вот тогда напрягала, да, отойти. Вот. Но в итоге не фортануло и вдруг, вдруг объявили спецоперацию. Да. Расскажите про спецоперацию. Ну, поначалу меня определили 224-й батальон, это резервный батальон, вот, мы стояли на позициях. На каких? В районе поселка, поселка городского типа Донецкий и Желобок. Да, сколько вы там простояли? Ну, месяца полтора где-то. Мы потом и дальше стояли, но меня перевели, и получается, в четвертую роту 2-го батальона выхотного. Зачем уже, скажем так, ну, контрактника. Понял. Чем вы питались? Ну, нам выдавали тушенку, картошку, ну, продукты выдавали, мы готовили. По подвалам лазили? Ну, бывало, конечно. Не, ну, вот, если на Донецком нет, то вот так вот приходишь, что в подвале дом полуразрушенный, да, в подвале есть там какой-нибудь компотик, варенье, ну, почему и взять нельзя, можно. Оно и так пропадет, если тебя нет. Про войска ЛДНР говорят, как самых безбашенных мародеров, короче. А ты алкоголики, которые мародерят, почем зря просто? Правильно. Ну, часто говорят, да. Не, так говорят или так и есть? Ну, вот, российские офицеры, которые говорят, что они же вас в подвалы кидали за мародерство и за дебоширство такое вот. Ну, я понимаю, ну, вполне возможно, но мне тянуть что-то домой нет. Не, не домой, просто вот там на месте пошли, вскрыли дом, квартиру, награбили, все, что можно по карманам набить, все остальное, что можно съесть, съели. Так же и было, правильно? Мне нет. Ну, конечно, нет. Я старшиной должности занимал. Сколько вы, а? Я старшиной должность занимал. Понял. Сколько вы освободили закруток наших, ну, консервации, лично вы? Ну, вот, перед тем, как нас плен взяли, мы зашли-то в подвале, там военные до этого жили, банку томатного сока взяли, выпили. Просто другого, ну, воды не было. Зато честно. Хорошо, стояли вы полтора месяца там, потом, давайте ближе уже к моменту. Нет, а так, а были такие, которые приходили, планились тем, что там нашли золото, деньги? Деньги слышал, вот, золото, золото не слышал. Телефоны? Ну, телефоны, да, находили, но находили они в основном на этих, на позициях военных, да, вот так вот, то есть это не у гражданского забора. Нет, это не миф, что нам рассказывают, да, россияне сами рассказывают о том, что именно вот ЛДНРовцы, это самые отбитые алкоголики, которые мародерят просто почем зря. Ну, не знаю, я не знаю, как, с россиянами, вот, те же дела. Вы стояли в каких областях? По сути, все время на территории какой области? Ну, Луганской. А как вот, вы же идейный человек, который пришли защищать Луганск, да, еще и с другой стороны пришли. Как у вас поднималась рука ходить, грабить и мародерить? У ваших коллег? У меня нет. Ну, вы же сами только что сказали, взяли... Так, ну, бог с ним с тем столом, с томатным соком. Реально же есть случаи, когда ваши же, в ваших же областях ходят и мародерят. Как это? Это вполне возможно, да. Я не могу это проконтролировать и сказать, ай-яй-яй, нельзя. Вы прокомментируйте, проконтролировать уже ничего не сможете в ближайшее время. Ну, понятно, да. Мародерить — это грех мародерить. Ну, как вот, да, я освобождаю землю и праду ее. Ну, это бред. То есть, одной рукой берешь, второй рукой бьешь, это... Ну, так и есть, это слова, можете поинтересоваться, вам расскажут. Нет, ну, так делать нельзя. Это плохо. Вот лично мое мнение. Нет, дело в том, что россияне тоже крадут и мародерят. Да, да. И так не оправдывают. Просто иногда они рассказывают о вас именно, делая акцент. Ну, понятно. Алкоголики... Те, которые сами за руку не пойманы, потому что некоторые россияне пойманы за руку конкретно с деньгами и золотом, да? А некоторые, которые за руку не пойманы, говорят, что не, мы не. А вот эти, эти отбитые полностью. Крали, мародерили, искали, взламывали, напивались, не очень хорошо обращались с местным населением. Грабили магазины, чистили. А что с местным населением, кстати? Ну, у меня всегда складывались нормальные отношения. Вот, к примеру, в Лисичанске я к местным подходил, спрашивал, в чем проблема у них, подкармливать старался. Да, у нас еда всегда остается. И я еду всегда пытался, ну, подкормить. У вас все истории о том, что вы всегда всем помогали. Ну, лично я-то стараюсь всегда всем помогать. Если вы маме детского питания этим... Да, это не я доволен, да. Я согласен. Хорошо. Если у вас так много было своего питания, чего же вы тогда за консервацией лазили, вопрос? Вот все время одно и то же ешь, да? Одно и то же, одни и те же макороны. А, разнообразия, да? Много, но разнообразия нет, да? Да, ну, то есть зашел там салатик, компотик. Почему бы нет? Почему бы нет? Нет, ну, я когда-то, когда в больнице лежал, у меня скучность была. Я почитал разницу между мародерством и вот то, что, да, для нужд подразделений. Вот мародерство это то, что там, ну, к себе в карман, лично для себя. А для нужд подразделений, ну, допустим, готовить не в чем. Если бы Америка зашла, забрала Камчатку, это было бы плохо. А если Россия нападает на Украину, то это история... Понял, у них есть даже для нужд подразделения такая формулировка. А вам не казалось, что вторая армия мира должна обеспечивать всем необходимым? И теми же самыми, в чем готовить еду? Ну, понятно. Ну, а как у вас с правильностью? На дороге пока едешь, не все остается целым, ну, как-то так. Ну, так это чья проблема? Подразделения или людей, у которых вы отжимали и воровали посуду? Ну, я не забирал, то есть, если я подошел... А я говорю... Где вы жили? Вот были села, где мы приходили, спрашивали, где местные подсказывали, а были села, ну, уже просто там руины такие, да, там руины где-то жили. Ну, как-то так. И руины от села остались, опять-таки, наверное, потому что это нехорошие украинцы, правильно? Понятия не имею. Я пришел туда уже в руины. Расскажите, после... Российская армия пришла, мы решили свои села... Все, Владимир, да, ты уже про это говорил два раза. Последние, когда вы попали в плен? Неделю назад, 10, грубо говоря, сентября. То есть вы реально провоевали, по сути, с первых дней до... Один из рекордсменов у нас. Ну, можно и так сказать. Сколько вы видели, ну, понятно, сколько вы видели двухсоток, трехсоток за это все время? Мало, потому что я старшина, я хозяйственными делами занимаюсь, соответственно, за это. Ну, сколько все равно, видели? Да мало. Ну, штук. Десять двухсоток видели? Да не меньше, но мало. Ну, все, хорошо. Расскажите свой последний день воевания, скажем так. Воевания. Потому что, по-другому, я ваш сброд мародером назвать не могу. Ну, что сказать. Нас поставили на пост один. Где это было? В Белогоровке. В Белогоровке, да. С утра тишина была с артиллерией, по нам не стреляли почему-то. Потом, чуть позже, начался очень серьезный такой обстрел. Сколько человек было на позиции? У нас восемь. А вот начался сильный обстрел, мы сидели в подвале, попали в наш дом, все в подвал опять же, ну, вторая часть перешла в подвал. А вот, сидели-сидели, потом тишина, и после этого началось рассечение, как бы так назвать. А вот, поехали, поехала техника заезжать в поселок. Вот, ну, мы увидели, что техника, нечего нам там делать, и попробовали уйти с поселка. Вот, из-за того, что я не могу бежать, вот, большая часть группы в сторону Лисичанска ушла, а нас просто забыли, потеряли двоих. Как это забыли, потеряли двоих? Вы после ранения не можете бегать. Да. Почему вас мобилизовали? Потому что я не думал, что война, я хотел вот посидеть. Вы вообще нация не думающая, поэтому тут можно про это не говорить даже. Не нация, не сборная. Сборная, солянка, блин, солянку оскорбляют. Да, вы не думали и пошли сами повоевать, покайфовать, побыхать. Ну, не повоевать, я хотел. Понятно, военная романтика, да. Как это получилось? Вы идете группой, 8 человек, те бегут, а вы бежать не можете? А второй почему не могут бежать? Старенький человек в возрасте, он тоже бежать не может. Сколько лет его? Около 50, вот так, через 40, 50. А он очень хотел воевать? Я не спрашивал, он в подразделении второй или третий день был. А имеет ли место быть принудительная мобилизация? Принудительная? Да, скорее всего, есть. Но он, если говорит второй или третий день, то есть его в сентябре дедушку этого поймали, пригнали к вам. А почему Россия сейчас принудительно заставляет людей, жителей Луганска и Донецка воевать? Дедушек. В том числе и дедушек. Но я не видел, чтобы Россия пыталась, вот как вы говорите, там. Мы же с вами определились, что пасечники пушили на доставленники России, правильно? Ну, ставленники, но не это же. Но ничто. Скорее всего. Ну ты сейчас опять пойдешь на 45 минут в доказание того, что уже доказано 45 раз. Нет, ну тут же конкретный вопрос. Он никогда не там, ты что, не можешь понять, он никогда этого не признает? Я понимаю, но пусть зрители смотрят на это сидение на 25 стульях одной жопой. Пусть смотрят. Есть же такие, как он, которые тоже пытаются сидеть на двух стульях, на 45 стульях одновременно. Здесь Россия хорошая, здесь плохая. Здесь Россия не управляет, здесь не управляет. Пасечник-ставленник, но он же не этот. Но он же не такой ставленник. Так почему Россия принудительно? Можете как нормально, по-честному ответить, по-мужски? Почему Россия гонит луганчан сейчас гибнуть непонятно за что? В, например, Херсонскую область? Или в Хадьковскую? Хнава. Ну, таких глобальных вопросов ответить не могу. Да, я так вот скажу. Но вы знаете точно, что история рассудит, а убытых? Нет, нет, нет. Я так понимаю, да. Есть вот ставленник, да, и ставленнику говорят, слушай, ну, войска нужны, да, вот так вот. А войска, они же воюют, они постепенно кончаются. Ему что делать ставленнику? Опять нагонять? Вот раз он, раз добровольно, да, еще как-то вот так вот на этих, а потом уже принудительно ему приходится. Это чего освободила Россия луганчан? От права выбора? От мужиков освободила. От мужского населения Россия освободила луганчан? До конца не знаю. История покажет. История покажет. 27-й стульчик принеси. 49-й. Потому что, ну, ну, короче, вас не бросили. Они просто свалили. И вы хромой и косой, и дедушка, ну, вы хромой и косой, я не оскорбляю, типа констатирую. Ну, да, да, я понял. И с дедушкой идете, да? Нет, мы запрятались сначала в сарай, потом в подвале. С автоматами вы с оружием были? Ну, да. Да. В сарае вы сидите, оп, опять закрутки. Нет. Хоть похаваем. Нет, нет. Ладно, хорошо. Что происходит дальше? Ну, начался обстрел. Мы посмотрели, как можно к своим добраться. Не поняли, как спрятались от обстрелов в подвале. Ну, в подвале там до этого военные какие-то жили. Причем какие-то, потому что там сухпои лежали и украинские, и российские. Ну, хорошо. Воды чуть-чуть. С учетом того, что это село было под вами, то вероятность того, что там были наши военные равна не с нулю. Ну, нет, что когда-то те были, когда-то те, но не было. Хорошо, да. И там стоял баллон с этим томатным соком. Тут три баллона. Да не важно, господи. Я же пропускаю. Да. Похавали вы, все. С голода не умерли, к сожалению. Дальше. Как, что дальше с подвалом? Ну, на следующий день подошли военные и крикнули, что типа выходите, либо бросим. Ну, хотели гранату кинуть. Вот. Мы кричим, не кидайте гранату, мы выходим. Ну, там выйти, либо вот через вот этот выход, где они там стоят, либо никак. Понял. Ну, мы развернулись, сдались. То есть, либо тебя убьет, либо выйдешь, знаешь, ну, как-то. Кто там был? Какое подразделение? Ну, у нас двое вот было. Не, ну, там. Украинское? Да. Ну, не знаю, мы не спрашивали. Вам завязали глаза и увезли? Ну, да. Все, понятно. Нацистов видели? Это вроде нет. А если еще раз подумать? Хорошо. Чтобы убрать слово «та» или «вроде» или «тавроде» убрать. Нацистов видели? Ну, прям вот, как сказать-то, то есть, как показывают Гитлера, да, таких зигущих людей. Да, вот я такого никого не видел. А кого видели? С татуировками, военных, в украинской форме видел, в балаклавах видел, там как-то. Парня видел, который включал немецкие гимны, но баварские, ну, короче, не фашистские, не гитлеровские гимны, вот. Но так прикалывался. Так он прикалывался? Да, что типа, вот смотрите, вы какие страшные. Это, это не важно. Ну, то есть, да, да, еще кого видели. Да, людей, ну, у меня большая часть времени глаза завязаны были. Я вот сейчас с вами разговариваю, там, где мы сидим. Бандеровцы видели? Я не пойму. Давайте попробуем. Как они должны выглядеть? Ну, вы же должны... Вы же 14-го года с ними воюете за какие-то идеи, вы же должны знать. Не, ну, для меня бандеровец, не то, что для меня бандеровец, а вот как мы поймем, что это бандеровец, знать человек... Вы его ищите до сих пор? Как вы думаете, где он? Не, не ищу. Мне, ну, бандеры нет, да, его какие-то идеи... Ну, не знаю, нету. Не вижу я вот так вот, да, чтобы там как-то прославляли. Не, ну, может, кто-то и прославляет бандеров, но я не... Хорошо, солдат НАТО видели? Солдат НАТО нет. Еще раз, ну, мне так нравится, когда вы закидываете глаза, и вы реально, типа, щит, там, перебрали... Вроде видео, но не точно. Не, ну, как бы, вот, допустим, были 200-е, да, которые там... Нельзя определить, кто это конкретно, но больше нет, не скажу, что вот из тех, кто нас брал в Киевском начале... Подождите, подождите, какие 200-е? Ну, наши солдаты, да? Да. А если бы он был живой, то как бы можно было бы определить, что он... То есть, чем живой человек отличается от мертвого? Ну, подойти, спросить. Подойти, спросить, ты НАТОвец? Нет, просто начать разговаривать, и человек, если на украинском отвечает, то, скорее всего, украинец. Если там... Если на русском, то, скорее всего... Русский, да, ну, как-то так. Не надо меня записывать в категорию расистов, потому что я разговариваю на русском. Вот так, если им такими меряться темпами, то... Ну, а если... А русский, это кто? Да. Ну, русский, кто говорит на русском. А где русская республика? Русской нету. Почему? Ну, есть Россия. А если на татарском говорить, то кто? Татарин. Нет, не обязательно. А если у нас Татарстан, а то кто? Да, разные... Сколько у вас паспортов? У меня два. Какие? Российский, Луганский. Вы кто? Ну, русский, наверное. Или луганчанин? Лугандонец. Или россиянин? Или россиянин. Давайте определим. Нет, ну, двойной гражданство. Нет, у вас запрещено. В России нету. А чеченец русский? Чеченец. Да. Ну, гражданин России, но чеченец. Чеченец национальность, а гражданство российское. Русский говорит на русском под россиян. Чего вы меня записали в русских? Уже путать начинаете сами меня. Я понял. Нет, ну я имею в виду... Смотри, на английском говорит англичанин? Ну, возможно. Возможно. Да. Нет, то есть, да, для деления. Вы уж меня спросили, если живой человек лежит. Да, мы подожди. Вы видели много военных украинских, да? Натовцев вы среди них не видели. Да. Правильно? Да. Но они есть. Нет, я не видел. Все. Понятно. Возвращаемся. Подходите вы к человеку. Если он говорит на украинском языке, значит, кто он? Скорее всего, украинец. Ну, да. Если говорить на русском... Ну, без формы, да? Вот так вот. Вот я, например. Ага. Вы ко мне подходите и говорите, ты натовец? Я говорю, не. Ну, с Украины, наверное. Хорошо. Если я говорю, нет. А откуда ты? Если я говорю, я-я. Я что-то не пойму тогда, как раз. Суть заключается в том, что у нас люди не меряются языком. Каждый говорит на том, на котором считает нужным. Я понял. У нас в стране это можно делать. Я открою вам тайну, наверное, которую вы не знаете. У нас есть интернациональное подразделение. К нам едут со всего мира люди, которые хотят бороться с такими, как вы. Подписывают официальный контракт с государством, с вооруженными силами Украины. Получают зарплату официальную. И да, не разговаривают на французском, на итальянском, на каком-то... На иврите разговаривают. На иврите. У нас есть целое подразделение. Вы пришли деноцифицировать, а здесь на иврите разговаривают. Те, кого вы должны были деноцифицировать. Но к НАТО эти люди вообще никакого отношения не имеют. И не имели. Про Дебальцева он ничего не знает. А ведь про Дебальцева вы можете рассказать, что интересно. Потому что вы так краем слова сказали, вот в Дебальцева зашли. А это же Дебальцевский котел, правильно? Вы непосредственно брали участие. Ну я не штурмовал, в прямом смысле так с автомата не стрелял никогда, да? И у меня не было такого пересечения, чтобы я там ближе, наверное, двух с половиной километров видел от украинских военных. Ну видел так вот, да? Ну не ближе вот этого расстояния. Ничего про чего не расскажете. Ну как сказать, да? Те по нам стреляли, мы по ним стреляли. Ой, и какая-то история будет о чем. Я не знаю, с вами столько историй. Причем, ни при чем. Короче, вы очень, я скажу так. Главное, потом скажу так. Звоним. Маме. Ну там, я так понимаю, сейчас будет и сестра, наверное. А кто там, наверное. Не знаю, как быстро. Прокомментируйте это видео, пока Дима названивается. Да какие-то дебилы. Нет, не какие-то дебилы. Алло. Россияне, кто-то у вас, простите. Тихо. Добрый вечер. Добрый. Я не знаю, это кто. Привет вам. Подождите. Ваш сын в плену, вы будете с ним общаться? Да, конечно. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Разговор будет записан и опубликован. Вы услышали? Да. Обещайтесь. Привет, мам. Привет. Ты не переживай, у меня все нормально. Меня кормят. Это хорошо. У вас как дела? Ты вот сильно не это. Закончилось. Зыскать. Дима, а как ты туда попал? Ну, так получилось. Вот меня отправили, вместо того, чтобы отправить на ВВК, меня отправили на передовую и сказали, сходишь вот туда и попадешь на ВВК. А вот. Естественно, у меня не получилось, потому что надо было бежать там в определенный момент. У меня это не получилось. И вот так вот попал. Вот. Нет. Вот так вот. А вы откуда-то узнали? От Тани. Я понял. Тани. Я понял, понял. Чем мы можем тебе помочь? Ну, пока не знаю. Я вот буду по этому поводу разговаривать. А вот, что и как. Мне же интересно с того. Вам дадут 15 лет. Ага, я понял. Вы, скорее всего, не будете обменили. Ну, вот как-то тут по-странному говорят. Почему по-странному? Ну, вы давайте поговорите. Ну, давайте я вот с матерью поговорю. Да, давайте. Вот. Вы как? У меня нормально все дела. Я найду, как разобраться. Конечно, это все плохо, но вы не так этот, не печалься так. Берегите себя. Хорошо, Тим. Мы тебя любим. И я тебя люблю. Держись. Да. Че там, Катя, как? Диана. У нас все хорошо. Я понял. У нас все хорошо. Я понял. Я понял. Катя, слушай. Я вас тоже рад обоих с Игорем видеть. Вот, эти станции. Вы же записываете. Вот. Смотри, что мне надо. Смотри, что мне надо. Вот. Передай, пожалуйста, одноклассникам моим, Теме. Вот. И Роме особенно привет. Передай. Поняла? Хорошо. Вот. Все еще. Ну, Лизу обязательно поцелуйте. Покажи маму, чтобы мама так не переживала. Ну, нормально у меня все. Видишь, вот практически улыбаюсь. Вот. Может быть, даже на обмен когда-нибудь пойдет. Так что все нормально. Вы и так сильно не переживайте. Я запишу номер. Может быть, еще попозже вам получится позвонить. Вот. Ну, и главное, что молитесь. Вот. Молитва укрепит и вас, и нас. Хорошо? Ты тоже молись. Да, я постараюсь. Я буду этим заниматься. Вот. Да. Ну, все, тогда. Можно вопрос задать? Вашей маме. Мам, тебе вопрос можно задать? Можно. Добрый еще раз. Это Дмитрий, журналист. Вы можете не переживать за сына. Дима тоже. Тоже Дима его звать. Они питаются. Он наберет вес у нацистов в плену. По причине того, что у нас такое отношение. Им оказывают медицинскую помощь, если там кто-то с ранением. У меня вопрос к вам такой. Вы поддерживаете спецоперацию? Да. Почему? Ну, ответ однозначный, да. Почему вам нравится, когда умирают люди? Нет, совершенно нет. Нет. Подождите, что значит совершенно нет? 53 тысячи вот таких вот убийц уже закопано у нас. А у нас с нашей стороны точно так же закопано очень много мирных людей, которых такой, как ваш сын, пришел убивать с автоматом. И сидит, улыбается здесь. А вы поддерживаете спецоперацию? Приезжайте сюда. Если бы не вот такие обстоятельства. Вы знаете, я давно живу, в 90-е годы. Украина никогда, даже я подумать не могла, что мы когда-то с вами будем воевать. Почему мы разошлись и как это произошло, я не знаю. Но я не могу сказать, что вот я не поддерживаю. Может, потому что у вас там много всяких Америка, Англии и прочего? Может, поэтому, может, потому что там стояли войска западные? Может, поэтому? Давайте спросим, давайте по порядку. Давайте по порядку. Сколько вы видели западных войск на территории Украины? Я не видел пока. Сколько вы видели солдат НАТО? Тоже не видел. Сколько вы видели биороботов? Технику видел. Технику нам дают. А вооружение? Вооружение. Технику нам дают, потому что вы пришли убийцы. Мы страна в пять раз меньше вас. Нам весь цивилизованный мир предоставляет сейчас оружие. Вас это вообще должно интересовать? Зачем вы пришли убивать нас? Я вас не пришла убивать. Ваш сын пришел убивать? Что? Или, видите, вы хоть в этом месте со мной согласны, что ваш сын пришел убивать. Зачем он убивал мирных людей? Ой, насколько я слышала, он занимался снабжением и прочим. Это только что... Может быть, он мне что-то не рассказывал, но вообще, насколько я слышала от него... Вы же видите, что у него с ногами. Вы знаете, что он бегать особо не может. Ничего он не может. Я не знаю, как вообще он там. Я понимаю, что он был призван и занимался... Вот как он мне... Давайте мы уйдем от персоналей вашего сына. Ответьте мне на вопрос, зачем русские, российские солдаты пришли убивать наших граждан? Вы же как поддерживающая спецоперацию знаете ответ? Нет, знаете, у меня еще есть знакомые в Донбассе, которые погибали, которые мне звонили и говорили, как тяжело эти 8 лет. Лично вам? Лично вам звонили? 8 лет, ведь если бы хотели мира, почему не сделали как-то? Я не знаю, но мы с Чечнёй тоже ведь воевали, но почему-то же... Почему-то же... А кто победил в Чеченской войне? Нет, никто не победил. Знаете, сколько денег вы платили? Знаете, сколько? Вот именно, никто не победил. Вы платите... Почему вы не помирились в Донбассе? Ну вы помирились, я не знаю, какие соглашения, несоглашения. Кто вообще такой Донбасс? Мы завтра пойдем делать себе Брянскую Народную Республику. И вы будете договариваться с Брянской Народной Республикой. Ну это вообще не об этом. Я вот, допустим, у меня знакомые на Донбассе... Вам... Можно вопрос? 8 лет. Можно вопрос? Лично вам знакомые это говорили? Да. Мы можем их набрать сейчас? Задать им вопрос. Сколько за 8 лет они видели бомб? Прямо сейчас. Давайте наберем. Дай мне второй телефон. Это было... Знаете, сколько? Это было несколько... Нет, я... Во-первых... Я готов. Не звоню. Так, нет. Я людей подставлять, конечно, не буду. Но в любом случае... Ведь люди же мне рассказывали... Это же не просто один день там случайно что-то. Это было много. Смотрите. Смотрите. Там садик. Там солнце. Смотрите. То есть это-то все было много лет. Смотрите. Ваш сын. Вы были в девятнадцатом году на Донбассе? Да. Сколько раз вы видели обстрелов? Обстрелов в Волчасске ни разу. Опа! Ваш как-то сын не видел обстрелов ни разу. Вы врете маме? Я в других местах видел, а в Волчасске нет. Почему сейчас прилетает в садики? Почему сейчас прилетает в школы? Девушка, вы в своем уме? Вы посмотрите на Мариуполь, посмотрите на Чернигово, посмотрите на другие города. Вы полгода их утюжите. Вы фашисты. В прямом смысле слова. И сейчас вы говорите, что куда-то там в Донецк прилетело? Так сколько туда прилетело? Так сколько прилетело? Сколько в Харьков каждый день прилетает? За последних шесть месяцев? За последних шесть... Мы с вами разговариваем на разных языках. Конечно, потому что вот человек, ваш брат говорит в то, что Волчевск не прилетало, а прилетало на линии разограничения. Да. Вот, смотрите. Ваш брат. Сколько прилетело в Донецк в девятнадцатом году? Я не был. Ну, один раз был проездом в Донецк. Видели разрушенные там города? Дома какие-то разбитые? Я вот в первом майске видел. Донецк праздновал свою независимость салютом. День города. Разве вою... Ну, понятное дело... Мне показывают по телевизору абсолютно другое, говорят люди абсолютно другое. Давайте наберем это... Смотрите, давайте наберем этих людей. Потому что это просто тупо бессмысленно. Да, потому что у вас... Вам... Ну, сестра в России. Ну, да, и когда все время мы говорим, давайте свяжемся с тем, кто рассказывал, что восемь лет дамбили. Бимбас. Ну, а я не могу напоставлять людей на вот этот... Конечно, вы не можете напоставлять людей. А ваши братья где сейчас? Мой брат сейчас в плену. У вас. Слава богу, вы это хоть понимаете. Я предлагаю заканчивать разговор, потому что он без... Да, давай, давай. А я еще не могу. Я просто... Вот Дима, он, знаете, у него настроения видно нет. Он что-то злится. Злится. Злится, Дима. А я... У меня хорошее настроение. Добрый день. Или вечер. Здравствуйте. Меня Владимир звать. А скажите, пожалуйста, а что российские войска делали на Донбассе в четырнадцатом году? Российская техника, российское вооружение. Вы знаете, я не была в Донбассе в четырнадцатом году, и что там было, лично я не видела. Вот поэтому мы с вами говорим на разных языках. Потому что одну сторону вы знаете, а вторую нет. Вы знаете ту сторону, которая вам выгодно знать о том, что прилетала. А почему прилетала, вы не знаете. А почему прилетала? Потому что туда зашли российские войска. колонны российской техники а я вам могу а вот будет видео с вашим братиком а там внизу видео будет прикреплена ссылочка и вы посмотрите это видео и там будут российские танчики российские сезон российские другие другая российская техника которая заезжала на донбасс четырнадцатом пятнадцатом году и вот и вот задайтесь вопросом а что она там делала и потом будут вам сразу же нет ну конечно не с ничего россия захотела сначала россия аннексировала крым вот а потом ну конечно почему не забирала 8 лет донбасс потому что план был другой чуть-чуть этих людей даже не собирались этих людей никто не собирался не спасать не освобождать не что-либо другое донбасс хотели ввести на минских соглашениях знаете такие минские соглашения были ну минские соглашения были такие не знают они донбасс донбасс хотели ввести обратно в украину но на условиях россии поэтому и не забирают ну почитайте минские соглашения что такое почему нормандские переговоры в норманском формате что о чем была речь почему чего хотела чего добивалась россия и вы поймете ну я просто знаете вы вообще в россии находитесь и вам нужно доносить такие вещи потому что вы знаете все только с одной стороны а скажите пожалуйста еще такой вопрос если защищали вот так сильно донбасс что российские танки делали под киевом в чернигове в харькове что они делают ферсоне не ну вы просто задаете вопрос почему прилетала и почему прилетает потому что война девушка но войну да но войну эту же начали не мы не мы к вам пришли не в 14 не в 15 не в 22 не мы к вам пришли а вы пришли сюда и вы пришли убивать наших людей а ваша мама поддерживает спецоперацию ваша мама поддерживает убийство людей ваша мама так спецоперация это убийство людей так спецоперация это убийство людей спецоперация это убийство людей бесконечное полгода убивают людей да ничего не надо говорить вы просто пособники убийц вот и все живите с этим дима еще хочет что-то вам сказать не знаю что-то хорошее смотрите вот ваш брат вам сейчас 35 лет да будет если вы будете качественно молиться вас просто осудят на 15 лет вас не поменяют потому что у вас паспорт л днр но чего лнр да мы российский российский уже не работает у вас есть лнр паспорт запомните вот посмотрите вы взгляд не отводите вот в лучшем случае вы увидите в 50 когда ему будет сейчас ему 35 это если ему не дадут пожизненно если полиграф не докажет что он не совершал тяжких преступлений я думаю что вы телефон перепишите но я думаю что возможности можно позвонить у вас не будет ты меня помнишь видишь улыбаешься ну вот вот это важно ты помнишь что я тебе говорил все будет донбасс а донбасс это угры но это не говорил вот чё кому как налог вот и все все будет хорошо катюш все будет хорошо все давай люблю целую всем привет передавай да и привет и главное как говорил всем передавай на youtube канале владимир золкин сможете смотреть его когда он будет скучно потому что в ближайшее время вы его не увидите всего доброго точнее не желаю вам всего доброго погуглите поучите до свидания что-то я всего доброго должен желать людям которые я прошу прощения чтобы мне там запишите запишите он задай обещал я свое слово сдержу я даже не хочу точнее как мне интересно есть вы желание обратиться к кому-нибудь гражданам рашки знаете вы мне сейчас так сказали обратиться к кому-то гражданам какой-то страны там республики даже да вот лнр так маленькая маленькая непризнанная вот даже нет так вот я маленькая существ не так вот именно вы существо вы никто ну обратившись вы можете кого-то отговорить эти или наоборот сказать или может наоборот позовите пусть у вас там брат был дали то муж ну там брат был или муж сестры муж сестры муж сестры обратитесь к нему пусть он придет вас спасать на я не думаю что такое надо чтобы я сказал обратитесь тут реально к мужу сестры уже узнаете лично давать одному человеку я понял давайте я речь придумаю и вот вам так вот сделать не моего мне у второго раза не будет не будет нет конечно ну тогда не я не смогу речь сделать муж сестры иди спасай диму сюда возьми теплую одежду потому что зима на дворе лучшем случае ты попадешь в плен в худшем случае ты будешь удобрять отравлять нашу землю владимир у меня все я все конечно будет да ну смысле свободно подожди давай короче история еще не доказала не доказала да я возьму честно владимир да я хотел сказать что вот есть разные типы расистов на посмотрев это видео зритель может сказать нет ничего не изменить их можно только убивать потому что там разговаривать не с кем в данном случае с такими как это да они в любом случае будут сюда переться не знать зачем гибнуть попадать в плен и в общем-то да мы будем с ними поступать как с оккупантами другого варианта нет но на 20 минуте однозначно принял для себя решение что тут что-то потекло и принято там потекло в том плане что если бы он был убежденный лугандонец с ним можно было бы разговаривать как с убежденным лугандонцем там про идеи лугандоний зачем чего хорошего принесла россия и так далее и так далее здесь совсем другая история здесь чувак помешанный на идеях мозгового которого уже и в живых нет которого сами же расисты и устранили то есть с ним вообще как бы это сложно о чем-то но попытались попытались а но есть же и другие россияне многие на наших видео да многие которые пришли сюда большинство из них нет не большинство ну давай так половина половина я уверен половина осознала и все поняла и как минимум не сами они сюда уже не пойдут и других отговорят сюда идти потому что они поняли одну простую вещь украина это отдельное государство и не надо сюда соваться при этом украина да будет воевать за все свои территории куда зашла ранее россия понимаете вы этого ли не понимаете делаете ли вы вид что вы не понимаете и так далее и тому подобное это не играет никакой роли украина все равно будет воевать за поддерживаю мысль о том что процентов 70 всех с кем мы общались реально поменяли мнение после там наших доводов наших фактов мы закинули вот эти вот зерна как минимум половину там разумного сомнения сомнения там 100 разумного сомнения это 99 процентов из которых половина уже переубедилась здесь этого конкретно не мне не вылечить то есть причем мама в однозначном порядке спецоперацию поддерживаю я как бы они не понимают что спецоперация это в любом случае убийство людей это в любом случае это война они этого не понимают они да я поддерживаю но что конкретно и они начинают насыпать вот эти вот нарративы пропаганды да так далее и так далее и тому подобное хотя ну казалось бы ничего более рационального придумать невозможно с их позиции да еду никто же не будет отрицать что тем или иным образом луганская донецкая область частично была под их оккупации все эти восемь лет сестра его задает правильный вопрос а чё же их не забрали тогда в таком случае ну как с крымом ну да вроде бы логично ну вот не забрали и сейчас все что нужно было для того чтобы защитить вот с их позиции вот эти области просто туда зайти тяжелым вооружением открыто уже стать вот так вот и стоять все вроде бы защита областей закончена но смысл в том что эти области всегда использовали их хотели впихнуть в украину на условиях россии и дальше расшатать всю ситуацию через эту но когда это стало понятно что это не получилось тогда уже маски сброшены и пошли полномасштабным полномасштабным вторжением полномасштабной войной просчет оказался в том что наверх путин докладывали что будет как в крыму за три дня реально поменяем все но что-то пошло не так а все пошло не так обращаясь к маме которая сейчас смотрит это видео четко вертикаль руководство не тогда подожди мама которая с которой мы только что разговаривали я знаю что вы сейчас смотрите это видео я знаю что вам сейчас неприятно от того что вы увидели услышали но те знакомые которые вам рассказывали что кто-то там кого-то дамбил ну это все чушь потому что ваш сынок же только что говорит что никто никого я хочу но ты же разговаривал соungs с жителями этих регионов тоже сам прекрасно знаешь что действительно в некоторые места там на ли не ограничения к полу сам же говори чудо там где передом там где линии разграничения постоянно вели с рашкой прилетала непонятно откуда прилетала непонятно что и откуда прилетал да но они по простого ведь понять не могут. Они не могут понять, что тогда туда зашла российская техника с российскими так называемыми добровольцами. Это самое главное, чего они понять не могут. И с того момента уже началась война. То есть это не просто украинцам взяло и захотелось пострелять в несчастных жителей Луганска и Донецка. И 8 лет просто так брать и стрелять в них. И купюры разбрасывать зараженные какой-то хренатерин. Я вообще поломался. Нет. У этого есть причины. А причина это заход туда России. Вот это причина. И в этом проблема. Под этим видео ссылочка на ролик про 8 лет дамбили бомбас. Мамочка посмотри этот ролик. Может ты узнаешь что-то интересное. Брат жены давай едь сюда. Посмотрим сколько ты проедешь. Я еще просто хотел сказать про вот это вот что. Одних переубеди, других не переубеди. Там разумные сомнения. Да. Есть тип расистов которые они просто упоротые. Просто на хрен упоротые. Поэтому эти будут сюда ехать. Только их становится все меньше и меньше. Скоро они закончатся. Я только что сказал. Ну если у вас уже зайки поехали. Если у вас уже бомжи проигравшиеся все поехали. Которые у нас. Мы думаем четвертая волна будет это юн армия и мамочки. Да. Четвертая армия это четвертая волна. Это судя по всему вот эти вот мамы как раз все и поедут. Которые поддерживают спецоперацию. Больше просто будет некому. Потому что не так все плохо. Они вроде бы картинно поддерживают. Но когда стоит вопрос идти и сдохнуть непонятно за что. Они не идут. И хорошо. Что не идут. Это вот этот ролик. Когда стоят и спрашивают у прохожих. Вы поддерживаете спецоперацию? Поддерживаю. Дайте свою фамилию и имя отчество. Пойдете добровольцем. Чик. Сразу все разваливаются. Я только что сказал фигню. Брат жены. Муж сестры вот этого. Есть расисты. Которые. Это. Их очень много на самом деле. Которые понимают только силу. Вообще в принципе Россия я так понимаю. Они понимают только силу. Кнут. Кнут. Пряник им дают крайне редко. Иногда бывает конечно. Но в основном только кнут. И вот пока ты им не покажешь эту силу. Ты можешь любые аргументы приводить. Как я с этим вот сейчас вот сижу. Любые аргументы он будет их отрицать. Он будет их отрицать. Он все равно будет все склонять. Надо разобраться. Надо доказать. История покажет. Но я опять таки хотел бы сказать россиянам. Тем которым нужна сила. Идите. Подписывайтесь. И умрите. Все. Потому что умрете. Для наших военных программа продолжает действовать. Мы платим вознаграждения за взятых в плен орков. Пожалуйста. Не забывайте. Не убивайте их. Они нам нужны. Они нам нужны для обменного фонда. Подписывайтесь. Делитесь. Видео. Что там еще? Колокольчик. Лайк. Колокольчик. Давай иди выключай. Потому что я старший. А ты младший. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...